Ради любви к этому непростому мужчине Эдшика потеряла свою карьеру в кино навсегда. Эдшика Шуро, урожденная Жанина Палет Вере, родилась 12 или по другим источникам 19 ноября 1929 года в Бельвилле, Париж. В простой семье, имеющей скромный достаток, поэтому она очень много работала на разных работах. А в 1948 году Эдшика вышла замуж за Макса Шуро и открыла с ним маленький бизнес по продаже меда в Париже. Мечтая об актерской карьере, девушка брала уроки в частной актерской студии Рене Симона и посещала Парижскую консерваторию искусств. Дебютировала в кино в 1953 году, снявшись в фильме «Дети любви», за который в том же году была удостоена приза Сюзанны Бенкетти. Актриса развелась с мужем и после многообещающего дебюта, снявшись еще в девяти других фильмах, Шуро отправилась покорять Голливуд. В 1957 году она участвовала в двух американских военных фильмах режиссера Уильяма Уэллмана, вышедших на экраны в 1958 году. Все говорило о том, что у актрисы будет блестящая карьера в кино. Но, увы, не случилось. В конце 1958 года Эдшика познакомилась с марокканским принцем, носящим имя Мулай Хасан Алауи, будущим королем Марокко, который в то время учился в Париже. У молодых людей начался бурный роман, который длился три года. Актриса жила вместе с принцем, они были частыми героями светской хроники, которая писала, что Эдшика получает от принца дорогие подарки в виде ювелирных украшений и одежды от самых лучших кутюрье. Посвятив всю себя принцу, Шуро полностью оставила работу актрисы. Молодая женщина даже не задумывалась, что их отношения изначально обречены. Разведенная актриса никогда бы не могла стать женой будущего мусульманского правителя. Принц Мулай Хасан зашел на престол в 1961 году. В своей тронной речи Хасан сказал, «Я вдохновлен примером моего благородного отца, учившего сохранять достоинства при любых обстоятельствах. Вступая на престол моих славных предков, я готов отдать все свои силы для защиты интересов моей страны, которой буду искренне и бескорыстно служить. Мое сердце навсегда принадлежит моему народу». И был превозглашен королем Марокко. Марокканский король разорвал отношения с Эджикой и женился на дочери одного из берберских вождей, Лали Латифи. После расставания с любимым мужчиной Эджика попробовала вернуться в кинематограф. Но за несколько лет отсутствия ее на съемочной площадке мир французского кино очень изменился. Появились новые звезды. И Эджика поняла, что она как актриса уже никого не интересует. Она еще снялась в фильме «Анжелика Маркиза Ангелов» в 1964 году, а затем в 1966 году окончательно ушла из актерской профессии, сыграв за свою карьеру в 17 художественных фильмах. В прессе писали, что в 1969 году актриса вышла замуж и живет жизнью, далекой от публичности. Редактор субтитров А.Семкин